Движение автомобилей и пешеходов также ограничивается передвижение по мосту, потому что здесь на одной из его сторон лежит тело мужчины по уже почти подтвержденным данным. Это политик Борис Немцов и сейчас с телом работают сотрудники Следственного комитета России, которые прибыли сюда около 20 минут назад на место происшествия. Сейчас прибыл начальник столичной полиции Анатолий Якунин и в происшествии также было доложено министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, который вскоре тоже должен прибыть на место происшествия, по некоторой информации. Пока здесь добрались десятки журналистов, но никаких официальных комментариев пока никто не дает. На этом у меня вся информация, Антон. Иван, может быть есть какая-то информация, что же такая за девушка была с Борисом Немцовым? Нет, к сожалению, пока никому не удается найти, кто это такая. Собственно, никакой информации по этому поводу у меня нет. Ну, может быть вы видите, вот как опрашивают свидетелей, вот какие вообще сейчас действия проводятся на месте преступления, кроме того, что вы видите, что лежит тело мужчины? Сейчас сотрудники Следственного комитета, как мы видим, осматривают тело, они осматривают само место происшествия, которое отцепили достаточно плотно, где-то в районе 50 метров от тела. Сейчас вся территория отцеплена, никого сюда не пропускают. И, собственно, собирают улики на самом месте преступления. Антон? Ну что ж, спасибо, держите нас в курсе. Вот я, кстати, хотел сделать акцент на том, что вот мы буквально только что получили первые кадры с места убийства. Вот вы только что видели, как фотографии, как лежит тело мужчины, при котором нашли документы на имя Бориса Немцова. Ну что ж, давайте обобщим. Итак, вот этой ночью в центре Москвы убьет известный политик Борис Немцов. Все произошло на Большом Москворецком мосту. По предварительным данным, огонь открыли из проезжающей мимо белой машины. От полученных ранений Немцов скончался на месте. Сейчас следователи опрашивают свидетелей, о чем рассказал наш корреспондент. И, например, представитель Следственного комитета Владимир Маркин утверждает, что было произведено не менее семи выстрелов. Также известно, что вместе с немцом была девушка. Есть информация, что она 91-го года рождения является уроженкой Киева. Вот пока вся информация. Сейчас в городе объявлен план перехват. Ну, пока, как мы поняли, не принес он никаких плодов. Но также все руководство и столичное российское МВД прибыло на место преступления. Как раз проводятся следственные действия. И, собственно говоря, мы ждем первых заявлений и подробностей. Какая еще есть информация? Вот пресс-центр МВД сообщает, подтверждает, в Москве действительно убит мужчина. И при себе у него были документы на имя Бориса Немцова. Вот еще раз я повторю, что на место происшествия приехали начальник столичного главка Анатолий Якунин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Продолжение следует...